Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня мы поговорим, как защитить вашу бытовую технику и проводку с помощью реле напряжения, не влезая в щиток. Представляю вам новинку от компании Росток Электро реле напряжения с защитой потоку VAS16A. Это первое реле напряжения в розетку из мне известных, в котором уже присутствует контроль по току. В этом ролике разберем, как данное реле работает, как им управлять и для чего этот контроль тока может быть полезен. Если вам интересны ролики про реле напряжения и прочую автоматику, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Вы можете использовать данное реле не приглашая электриков. Ставили реле в розетку и к нему подключили ваши приборы. Особенностью этого реле являются шторки в отверстиях розетки для защиты детей. Реле срабатывает при перенапряжении всего за 0,02 секунды. Это одно из лучших значений по России. Защита по пониженному напряжению ступенчатая, что исключает срабатывание реле при небольших временных просадках напряжения. Реле может работать как со стандартной частотой 50 Гц, так и с плавающей частотой, которую обычно выдают генераторы. На дисплее показывается одновременно напряжение и ток нагрузки. Гарантия на прибор 5 лет. Управление прибором довольно простое и вы с ним разберетесь, посмотрев это видео. Я уже много говорил в других роликах про защиту аппаратуры от повышенного и пониженного напряжения при авариях на электрических линиях. Я размещу в описании к видео плейлист, где я, буквально по полочкам, рассказывал, как работает эта защита и для чего она нужна. Главным преимуществом данного реле является наличие защиты потоку. Я считаю, что данное реле можно применять в следующих ситуациях. Во-первых, защита инструмента на объекте. Вы используете чужую розетку, которая может быть подключена к аварийной проводке. Используя это реле, вы можете защитить инструмент от скачков напряжения. А если проводка устаревшая, то сможете проконтролировать, потянет ли она тот ток, который требует ваш инструмент. Во-вторых, как устройство для предохранения розетки при подключении мощной техники. Защитит от попытки подключить несколько мощных приборов на одну розетку, защищая ее и проводку к ней от перегорания. Третье. Тест и подбор электроприборов. Замер реального тока и напряжения вместо мультиметра и токовых клещей. Позволяет понять, сколько реально потребляет техника для подбора стабилизатора или генератора. В-четвертых, контроль за мощностью на объектах с ограниченным питанием. Например, на строительный объект стоит автомат на 25 ампер и больше не дают. При помощи данных реле можно распределить нагрузку на несколько работающих. В-пятых, туризме. Например, кемпинг или автодом. Часто они запитываются от генераторов, мощность которых ограничена. И с помощью таких реле можно правильно распределить энергию. Заодно реле защитит технику от скачков напряжения с дешевых инверторов и генераторов. Я думаю, что возможностей применения этого реле намного больше и вы напишите в комментариях свои варианты применения. Данное реле рассчитано на номинальный ток 12 ампер и максимальный 16 ампер. Реле оснащено ручной настройкой нижнего и верхнего уровня срабатывания по напряжению, настройкой уровня срабатывания по току и времени повторного включения. В нем есть автоблокировка клавиш через 30 секунд после последнего касания кнопок, которую можно отключить. Также полезна функция записи причины последнего срабатывания реле. Реле поставляется в такой красивой упаковке. В ней находится само реле и вот такая инструкция с красивой полиграфией. Инструкция довольно подробная, но после этого ролика вы разберетесь с этим реле и без нее. Инструкцию можно скачать на сайте производителя, ссылка есть в описании. Управление реле простое. Четыре кнопки. Кнопками вверх-вниз и меню настраиваем реле. Длительное удержание этой кнопки. Включение и выключение нагрузки. Короткое нажатие. Выход из меню. Коротким нажатием кнопки вниз снимаются блокировки реле. Прибор имеет приятный дизайн. Корпус аккуратный. Пластик качественный. Не скрипит. Все стыки подогнаны. Надписи сделаны лазерной гравировкой, так что не сотрутся. Фаза и ноль помечены. Правильное подключение реле необходимо, чтобы прерывалась именно фаза, а не ноль. Реле выполняет функцию контроля напряжения, защищая нагрузку от перенапряжения и пониженного напряжения. По перенапряжению скорость срабатывания 0,02 секунды. Срабатывание по пониженному напряжению двухступенчатое. При просадке напряжения, но выше 120 вольт 1 секунда, менее 120 вольт 0,02 секунды. Параметры реле вы видите на слайде. Можете остановить видео и изучить характеристики реле подробнее. Если же реле сработало по превышению тока, то оно попробует включить опять нагрузку через время и количество раз, заданные в настройках. Если причина срабатывания не устранена, то реле блокируется. Я подключил реле к лабораторному автотрансформатору. Напряжение находится в пределах защищаемого диапазона и у нас подключена нагрузка. Об этом свидетельствует этот индикатор. Поднимаем напряжение. В реле срабатывает защита и нагрузка отключается. Данный индикатор уже не горит. Мигающее напряжение говорит, что реле сработало по напряжению. Опускаем напряжение. Реле отсчитывает время задержки включения. Вот у нас нагрузка включилась. Давайте понизим напряжение. Реле срабатывает по пониженному напряжению. Возвращаем напряжение обратно. У нас реле опять отсчитывает заданный интервал. Нагрузка включена. Таким образом, с помощью латра мы протестировали работу защиты по перепадам напряжения и убедились, что реле работает корректно. Проверим работу ограничителя по току. Подключаем утюг мощностью около двух киловатт. В настройках я установил максимальный ток 5 ампер. Задержку 5 секунд и количество повторных срабатываний три раза. Реле сработало по превышению тока. Оно сделало несколько попыток включить нагрузку и заблокировалось. Устраняем причину срабатывания. Вынимаем утюг из розетки. Теперь мы можем снять блокировку, просто выключив реле и включив заново. Напоследок, давайте посмотрим меню прибора. Что на нем можно настроить. Вначале настройка верхнего уровня защиты по напряжению. Далее нижнего уровня защиты. Далее задержка включения при срабатывании защиты по напряжению. Обычно, если нет компрессорного оборудования, я устанавливаю задержку 30 секунд. Далее гистерезис. Это разница между напряжением включения и отключения. Я оставляю 3 вольта. Далее включения и выключения защиты по току. По умолчанию она включена. При желании ее можно отключить. Тут мы можем настроить уровень защиты по току. Время повторного включения при защите по току. И количество попыток включения. Я данные значения выставлял для эксперимента с утюгом, что проводил ранее. Вы же можете их настроить под свои нужды. Далее попадаем в настройку яркости экрана. Оно регулируется одновременно для всех режимов работы. Далее выбираем работу со стандартной частотой 50 Гц. Или автоматическая подстройка по частоту сети. В этом режиме реле работает с частотами от 45 до 65 Гц. При этом мы можем добавить дополнительную задержку включения по напряжению, которая необходима для работы с некоторыми типами генераторов. Далее включение и отключение блокировки клавиш. Если блокировка включена, то отключить ее можно нажатием клавиши вниз. Далее отображается причина последнего срабатывания реле. Мы видим, что реле сработало по току 8,5 А. При срабатывании по напряжению тот отображается У и напряжение, при котором сработало реле. Далее мы можем сбросить реле к заводским настройкам. Что можно сказать по итогам. Данное реле напряжение это простое, но функциональное решение для защиты приборов и электропроводки как дома, так и за его пределами. Работает быстро, управление интуитивно понятное. Защита по напряжению работает. Мы проверили это на латре. Ограничение потоку также работает корректно. Реле подойдет не только для бытовых нужд, но и для работы на строительных объектах и местах, где приборы запитываются от генераторов, например в кемпингах и автодомах. Это устройство можно смело использовать как базовую защиту от перепадов напряжений и перегрузок потоку. Если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях, постараюсь на них ответить. Будет интересно узнать, как вы применили бы такое реле защитой потоку. Ссылку, где я заказывал реле, я оставлю в описании. Если видео оказалось полезным, отправьте его друзьям, которые интересуются данной темой. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.